На прошлой неделе цена на рынке на сутки вперед резко провалилась. Чем это было вызвано? Это было вызвано тем, что на рынок вышло большое количество трейдеров-спекулянтов, которые начали продавать электронегию по очень низкой цене, ниже даже себестоимости энергии. Когда D-трейдинг наша компания увидела происходящее, мы решили не участвовать в этом спекулятивном торговом шабаше, и мы решили покупать напрямую производителя. На фоне всего этого регулятор, не разобравшись с ситуацией, вышел с публичным обвинением, где он обвинил нашу компанию в том, что якобы мы стали причиной падения цены на рынке на сутки вперед. Подтверждение поспешности такого решения со стороны НКР и КП стало то, что цена на рынке буквально через несколько дней снова начала расти. При этом наша компания, компания D-трейдинг, не изменила свою стратегию. Мы продолжаем покупать всю электроэнергию у тепловых станций. Что же произошло? А произошло то, что когда спекулянты увидели, что цена на рынке провалилась, из-за них самих, они просто сами перестали продавать такое большое количество демпинговой электроэнергию. Когда цена на рынке на сутки вперед падает так низко, это плохо. Почему это плохо? Потому что по такой цене ни один производитель, настоящий производитель электроэнергию в этой стране работать не может. Он начинает генерировать большие убытки и в конечном итоге это превратится к банкротству компании. Это значит, что компания Энергоатом может стать банкротом. Это значит, что тепловая генерация может стать банкротом. Это значит, что угольные предприятия, которые обеспечивают тепловую генерацию углем, могут стать банкротом. Те масштабные манипуляции на рынке на сутки вперед, которые мы наблюдали последние две недели, недопустимы. Нельзя позволять большому количеству трейдеров-спекулянтов обваливать рынок. Этому нужно положить конец. Это прямая задача регулятора. Регулятор должен мешаться, мешаться быстро, решительно и навести порядок на новом рынке электроэнергии.